Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сороковой день, сороковой день от Вьесоди, сороковой день счета Амера. Надо, чтобы человек не привыкал, не привыкал, не привыкал к восходу, не привыкал к красоте цветов, не привыкал к красоте этого мира, чтобы человек каждый раз удивлялся и радовался, и тогда это будет великолепное сочетание двух вот этих свирот. Надо, приобретая жизненную мудрость и опыт, не терять восторженность перед этим поразительно красивым миром, созданным Богом. Завершается книговая икра. Что мы вынесли из этих наставлений в этом году? Ведь каждый раз мы Тору читаем по-разному. Изменили или просто послушали и пошли дальше. Вот это вот самый важный вопрос сегодняшнего дня. Сегодня, когда стало видно, что все висит на волоске, все модели мира ручатся, особенно важна глава, которая заранее рассказывает, что будет с нами и с миром в том или ином случае. Глава, которую мы читаем, Бехухатай, называется Имбехухатай Телеху, что можно перевести дословно, как «Если по моим законам пойдете». Сказано, что человека ведут по тому пути, по которому он идет. То есть, если путь правильный, то ему помогают, если плохой, не мешают небеса никогда. Объясняют наши мудрецы следующую вещь, что здесь имеется в виду жизнь в этом мире. Она называется Алиха, ходьба. Если мы по-настоящему захотим и будем идти путями духовности, то и небо будет вести нас всю жизнь. Таким образом, первые стихи недельной нашей главы можно объяснить так. «Если будете жить в этом мире ради моих законов, то удостоитесь всех благословений». Это в равной степени касается и тех, кто учит Тору, и тех, которые материально поддерживают, тех, кто ее учит. Это считается очень большим делом. Но есть существенные условия. Если человек большую часть своих доходов, либо доходы какие-то, тратит на поддержку изучения Торы, но при этом сам вообще не соблюдает законов и не посвящает какое-то время изучению Торы, то это не то, чего хочет Творец. Ведь искренность намерений человека, поддерживающих даже, проверяется, исполняет ли он сам или нет. Понимаете, написано у наших мудрецов, что Тора – это сама жизнь. Ибо она ваша жизнь и ваше долголетие написано. Для минимального выполнения заповедей, что, спрашивается, нужно? Минимальное – это прочитать один стих утром и вечером. Да, наверное, это хорошо, но, безусловно, этого недостаточно, чтобы жить с Торой в полной мере. Каждый день мы читаем с вами Шмайсеральд, такую молитву. Мы заново принимаем на себя бремя заповедей. И что пишем дальше? Говорим, упоминаем о бедах, которые постигнут народ в случае отхода. Мы вроде как читаем, и все равно идем своей дорогой. А сюда нельзя, и все равно идем. Изучение Тора и выполнение заповедей – это вопрос жизни и смерти, а не вопрос какой-то традиции, обычая или красивой духовной практики. Нам еще раз подсказывают, время уходит, надо вернуться к той дороге, которую подсказывает нам Творец. Написано у мудрецов, это проснитесь еще раз утром, непонятно, еще раз попробуйте. Тем более, что все остальные дороги мы уже попробовали, и там тупик. Главное – не упускать время. Знаете, есть такая шутка. Одна сваха предложила хорошего жениха, дочки неятельного члена общины. Отец отказался от этого предложения, говоря, что его дочь слишком молодая, еще рано выходить замуж. Сваха удивилась, так и сказала. Как вы думаете, почему благословение на Луну, говорят, в самом начале месяца, когда она еще маленькая? Разве не лучше делать это в середине месяца, когда она уже большая и хорошо видна? Объясню, говорит. Однако, когда Луна уже выросла и целыми ночами находится на улице, уже поздно предпринимать что-либо. Надо, уже не поправишь положение. Поэтому давайте спешить. Еще одна причина не затягивать духовный план есть более глубокая, каббалистическая. Мистические источники утверждают, что духовный статус человека в том мире через 120 лет остается таким же, каким был в момент его прихода из земной жизни. Вы подумайте, это не какой-то среднеарифметический из жизненных взлетов и падений. Речь идет о состоянии, зафиксированном в последний момент. Это как ни удивительно, но означает, что плохо прожитую жизнь можно исправить перед самым уходом из мира. Один такой момент может нейтрализовать все плохое, что человек совершил за всю жизнь. Мудрецы дальше пишут, что они не рекомендуют возлагать надежду на этот момент. Потому что может получиться, что у человека не будет возможности или не хватит способности сделать раскаяние за миг до ухода. Тем более, никто не знает. И наоборот, хорошо прожитая жизнь может быть, к сожалению, основательно подпорчена, если человек изменит себя на последнем рубеже. Один Равил пояснил так положение. Жизнь похожа на урок гончарного дела. Человеку дается мягкая глина для лепки. По истечению отведенного времени глиняную фигурку ставят на конвейеры, по которым она поступает уже в печь для обжига. После ожига фигура приобретает законченную форму. Никакие изменения, поправки уже невозможны. Если человек ленивый, ничего не делает с глиной в определенный срок, ему будет очень трудно сделать что-нибудь красивое в последние секунды перед отправкой на конвейер. Но все, что он успеет сделать, застынет навечно. С другой стороны, если он старался, работал, и у него получилось красивое изделие, ему надо быть очень осторожным, чтобы не испортить его в конце. Одно неловкое движение на последнем этапе, и фигура превратится в бесспортный ком глины. После обжига у него не останется и следа усилий, которые были вложены. Вот все это надо обдумать и понять одну вещь. Мудрецы говорили, нельзя приблизиться к Всевышнему. Можно лишь увеличить его в своих глазах. Давайте увеличим его в своих глазах, не будем сами такими большими, и у нас все получится. Брахава от слаха. Брахава от слаха. Продолжение следует...